Субтитры сделал DimaTorzok И всё, достаточно проехать Значит, о чём поговорить хотелось в этом выпуске О том, что жанру летсплеерства приходит конец Наконец-то разработчик придумал Вау, тут умерен Придумал защиту, которую пираты не могут взломать Да-да, это та самая защита, которая стоит на FIFA 15 На Lords of the Fallen И на Dragon Age, на новом, как многие знают А скоро, видимо, будет она на всех играх стоять Таблетки от этого пока не найдены И поэтому 95% каналов, которые ни для кого не секрет Лесплей или пиратки, они пропадут Либо, но, в принципе, нет Школьники никуда не денутся Они будут и дальше пилить свой Minecraft Days, прочие игры, в которые уже нахрен давно никому не нужны Которые 3000 раз уже были всеми пройдены Вот зачем человек, о чём думает человек, который начинает записывать игру Которую уже до него прошли 3000 раз Зачем ты это делаешь? Видите, как бы невозможно 3000 раз пройти одну и ту же игру по-разному Понимаете, по-любому будет одно и то же Но нет, школьники старательно пилят эти игры А как бы Не знаю даже, к чему они стремятся На что они надеются Ведь это бессмысленно Нету столько зрителя Как бы на одного подписано 10 человек На другого 20, на третьего 30 и так далее И вот уже, как бы, миллион человек просто уже На кого-то подписаны На мелкий канал Я не говорю о том, что там такие титаны, как Блэк Сильвер Там миллион подписчиков застолбили под свою не самую талантливую жопу Как бы Уже давно всем понятно Думаю, что у Блэк Сильвера подписчики накручены Потому что у него там видео Недавно выложенное За полдня 15 тысяч просмотров всего собрало А у него там, извините Почти 800 тысяч подписчиков Из них сколько там живые-то Сотня, две, может Все, не больше То есть Летсплеющики Летсплеющики Это Как бы Популярным летсплеющиком Можно стать только влив бабла То есть Но почему-то наши Школьники И некоторые люди Думают, что на этом можно реально заработать Наоборот Что будут тебе платить за то, что ты в игры играешь Ха-ха Ха-ха Есть люди, которые свято в это верят Что меня вообще поражает Ах Ну, значит И, в общем-то Мне Собственно Тоже надоело Все это дело Надоело Эти съемки Это отнимает Очень много времени Выхлопа из этого Никакого То есть В свое удовольствие Я могу играть и без записи Не тратя Не тратя на это Часы рендера Просто Этого видео Заснятого Помалкиваю в тряпочку Не комментируя В принципе Летсплеер Жанр Летсплеев Он, знаете Как У железнорожденных В игре престолов Говорится То, что мертво Умереть не может Летсплей Как жанр Родился мертвым Кому они нахрен нужны Непонятно Вы смотрите Летсплей? Ну, может Да Я нет Я не люблю Я смотрел Я смотрел Один единственный Летсплей Ласт оф Ас Это потому Что я в него Сам поиграть не мог Ввиду отсутствия У меня консольки Не скажу Что мне понравился Сам летсплей Да и сама игра Вот когда бы я В нее сам поиграл Возможно Она бы мне больше понравилась Поэтому я не знаю Кто и для чего Придумал эти летсплеи Кому надо смотреть Их вместо того Чтобы играть самому Для чего Непонятно Кроме этого Могу еще Бросить камень Самих летсплейщиков Любой Абсолютно Любой Видеомейкер интернета Это Ненормальный человек А если человек Хочет заниматься Летсплеями Значит у него Что-то не так В этой жизни Иногда это видно Сразу Иногда нет То есть Ну Не бывает такого Чтобы человек У которого все в жизни Хорошо Там Дом, жена, семья, работа Хороший Отдых за границей Там В одно прекрасное утро Встал Искал Бля Буду-ка Записывать Как я играю в игры Ё-моё Отличная же идея Почему бы и нет Нет, конечно Есть особый слой Людей Которые хотят Чтоб просто Люди смотрели Как они играют В игры Ой, как классно Бля Плавно возвращаемся К тому, да Что Летсплещик Становится знаменитым Только влив бабла В свою знаменитость Поэтому Идея Что дайте-ка Я буду пидурить игры Ну как-то Я не знаю В основном От этого Конечно же Тащатся школьники Взрослых Летсплещиков Мало Но когда Есть взрослые Летсплещики Они вот Обязательно Если чувак Взрослый Если хочешь Летсплеить Игра Он неадекватен Что-то с ним Не в порядке Я сам Не знаю Для чего Я это делаю Друг Предложил Я решил попробовать Что-то втянуло Затянуло Но я сам Никогда Знаете Особо там Нет такого Что я бы там Знаете Пересматривал Свой отснятый материал Что-то там Вырезая Что-то там Пытаясь сделать Как-то лучше Мне какие-то балды Я вообще не знаю Я удивлен Что кто-то меня Смотрит В принципе Еще больше удивлен Что кто-то смотрит Блэк Сильвера С другой стороны Ну да ладно То есть Как бы Я видел таких людей Которым Уже К сорокету Там дело идет Они себе купили И консольку Или крутую видеокарту Сидят Летсплеят Для чего Хрен его знает Они от этого Тащатся Видел людей Которые Стримят там Ой Занесло Стримят Сидят Четыре человека Я надеюсь Они это не услышат Они жутко обидчивые парни По-моему Вчетвером сидят На четверых У них Шесть тысяч подписчиков Но смотрят Экстрим Шесть человек А не тысяч И при этом Они Они считают Что они Знаменитые Что они потрясающие Что люди Хотят слушать Болтовню Что Когда собираются Четыре человека Посидеть И попиздеть Это обязательно Надо записать И выложить в интернет То есть О чем это говорить Что у людей Там не знаю Дефицит общения Там Дефицит внимания Там у кого-то Я хрен его знаю Как бы спросите Любого ЛСП ЛСПщика Для чего Ты это делаешь Он 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 начнет вам Либо что-то гнать Либо говорить То что говорят Все ЛСПщики Я не знаю Что говорят Все ЛСПщики Потому что Я себя им Так-то никогда Не считал Особенно Так отмазался Хотя я тоже Я тоже Не Как сказать Не в себе Раз я этим занимаюсь Я даже знаю Что во мне не так Просто я не буду Это озвучивать Ну и скажешь Ну просто Мне нравится этим заниматься Мне нравится Внимание Которое мне там уделяют Какое к черту Внимание Блин Вот реально Посмотрите Если вы занимаетесь ЛСП И Особенно Там Я знаю Одного человека Который фапает На кучу своих просмотров У него есть видео Которое там Собрало Несколько десятков Тысяч просмотров Просто открывайте Настройки Там Ютуб аналитика И ищите параметр В котором указано Среднее время просмотра Вашего ролика То есть Реально Люди Вы узнаете То что До конца Никто ваши ролики Не досматривает Шесть минут Две минуты Это средняя Продолжительность Просмотра Вашего Видеотворения То есть Я не Я знаю Таких ЛСП Которые Сядут фантазируют Что их смотрят От корки до корки Что им там надо Стартовую заставку Финальную Красивую заставку Обязательно Да кто тебя досмотрит До финальной заставки Кому ты нужен Тресторат Люди В основном Открывают ЛСП Чтобы посмотреть Как какой-нибудь эпизод Пройти Но не Смотреть Как бы Как там Все Я не знаю Это просто Чтобы смотреть Как чувак От начала до конца Играет В игру Тем более Такой душный Хрен Как Блэк Силер Там Или такой Просто Мало кому Нужный Хрен Как я Это же Сколько Надо Свободного Времени Иметь Это На необитаемом Острове С бесконечным Интернетом Оказаться Блин Чтобы Там просто Не было Альтернативного Занятия Никакого У вас И то Я бы лучше По пляжу Гулял И в море Плавал И кокосов Хавал Чем смотрел Как кто-то Сидит И играет В какие-то Блин Игры Причем Много Криворуких Летсплейщиков Много Глупых Вообще Да Даже Вот Реально Взрослые Пацаны Есть Которые Знаете Там Летсплейт Какую-то Адвенчуру Нихера Там Ничего Не понять Не могут Как Че Куда Пойти Могут В комнате Сидеть 10 минут 20 минут Идет серия 10 из них Он ищет выход И он даже Не вырезает Он так и выкладывает Но Причем На каждой Летсплейщике Найдется Ты че Блять А шо Ты водить Умеешь Найдется Один Два Фаната Из числа Тех же Школьников Которые будут Упорота Его смотреть Поддерживать Подбадривать Я не знаю Что Что мешает Этому человеку На ютубе Найти себе Более Известного Более Опытного Более Умелого Свощика Зачем Он смотрит Именно Какое-то Днище Не знаю Я Заметил Что люди Которые Начинали Смотреть Меня С самого Начала Уже Давно Куда Пропали Ну я Догадываюсь Куда И кого Они ушли Смотреть В принципе Все Предсказуемо Расстраивался Я по этому Помню Да нет В принципе Канал Нынешний Вместе С прошлым У меня уже Когда Ну короче Им через месяца Три будет год Я вот там Где-то В районе Нового Года По-моему Создал За это Время Я наберу Наверное Тысячу Человек Тысяча Человек В год То есть Сто тысяч Подписчиков У меня Будет Через Сколько Через Тысячу Лет Нет Через Сто Лет Через Тысячу У меня Будет Миллион Через Двадцать Семь Тысяч Лет Я стану Знаменитым Как сейчас Пивдайпи Хотя Пивдайпи Он Знаете Он тоже Мне кажется Накручивает Потому что Двадцать Семь Миллионов Подписчиков Но нет У него Двадцать Семь Миллионов Просмотров Там Видео Поэтому Сильно Сильно Что-то Сомневаюсь Что он Сам Своим Трудом И старанием И талантом Набрался Такую Ораву Подписок Вроде Как Тачка Из Фильма Не Фор Спит Ну то есть Я думаю Что Все Поняли Что Мне Уже Просто Честно Поднадоело Уже Все Летсплеерство Плюс Летсплеить Игры Бесплатно А теперь Уже Невозможно Самые Крутые Игры Выходят Эксклюзивно На консолях Консолей У меня Тоже Нет Никто Мне За Красивые Глаза Денег На Все Это Не Даст Естественно Вы Прикиньте Ну в месяц Выходят Две Или Три Игры Которые Стоило Бы Записать Если Не Летсплей То Первый Взгляд Покупать Игру Ради Вот А первый Взгляд Как Многие Пишут Самая Интересная Рублика 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 На моем Канале Вот Ну кстати Пока не Забыл Летсплейщики Не единственные Неадекватные Люди В мире Мне кажется Что интернет Штука такая На всех Делать Неадекватными Например Вы когда Ни Гуглили Сколько Бодибилдеров Качков И Физкультурников Ведут На ютубе Свои Видеоблоги Это То же Самое Что Летсплей Тигр Каждый Из них Показывает Правильную Технику Выполнения Одного И того Одних И тех Же Упражнений Ой Блядь Нормально Я надеюсь Водила Жив То есть Там Все Делится Видео У качков Делится Знаете На две Части Посмотрите Какой Пиздатый Посмотрите Как я Что надо Делать Чтоб Стать Таким Же Пиздатым Как я И всех Одно И то же Блядь Одно И то же Потом Они Раз в год Высказывают Своё мнение По поводу Мистер Олимпия И Арнольд Классик И потом Снова Вот я Вот делаю Жим Лежа А вот я Делаю Жим Это Просто И причем Видно Что они Очень сильно Сами От себя Тащатся Вот Он Я Вот Блядь По уличным Дракам По Рукопрошному Бою Есть там Ну В общем Такого Разного Кто только Не хочет Стать Знаменитым В интернете Как бы Это Знаете Такая Золотая Лихорадка Как Легкая Версия Известности На телевидении Не только По телевидению Вас реально Если Крутанут Вас Будут знать Миллионы А в интернете Ну Сотни тысяч Это потолок Ну Не брать В расчет Конечно Такие Титаны Шоу Как Сто пятьсот И Здесь Хорошо Которые Лично я Вообще Не понимаю Кто и зачем Смотрит Вот По мне Так просто Знаете Лучше просто Смешные видяшки Самому Посмотреть Имея о них Своё мнение Чем слушать Высказывания Двух людей Один из которых Умственно отстал И а во второго Юмор на уровне Блин седьмого класса И они что то мелькают Там перед камерой Зачем то Как бы была программа С нарезками Смешных видео Она называлась Сам себе режиссер Она там в девяностых Что зажигала Эти две передачки Это блин пародия Просто на это самое Сам себе режиссер Просто Голополосов Постоянно склоняет Слово хуй Во всех падежах А Как там второго зовут Стасик Постоянно блять Пытается шуткануть Хотя у него Ни хрена не получается Как бы люди Заняли удобную нишу Видеомейкинга Они На чужих Видяшках Собственно Наживаются Неужели Кто то думает Что эти шоу Популярны Из-за их ведущих Я что то сильно сомневаюсь Хотя у нас народ такой У нас Любит наш народ Всякое Это не отнять Блин Так классно гонять Здесь Сидио порт Монитор Вот такая вот Залипала В общем Что я хотел Всем этим сказать В том что Судьба Дальнейшая Судьба Канала Сейчас под Большим Большим Вопросом Потому что Сегодня я не могу Записать Драгон Эйдж Завтра я не смогу Записать Сейланд Хилл Послезавтра Не смогу Вообще ничего Записывать Потому что Везде будет стоять Новая защита Послепослезавтра Мой компьютер Устареет К хренам собачьим Я не смогу Записывать Даже то что Будут взламывать Пираты Как бы Кому такое надо Правильно Никому Ну и плюс ко всему Уже серьезно Ой Плюс ко всему Это уже все Довольно приело И наскучило И поднадоесть успело Как бы Когда ты Записываешь новое видео Там Его смотрят Тысяча А записываются А подписываются На канал Из них Только трое Трое Четверо Пятеро Это как бы Намекает На то что Что то Что то ты делаешь Неправильное Либо это Что это просто Нахрен никому Не нужно Что Мне кажется Намного вероятнее Да я Говорил уже Про стримеров Которых устраивает Что их смотрят Четыре человека А то и два А то и один Сидят Пыжатся Для них там Ловят лулзы Наверное С этого Я не знаю О Радио В колдук Вошел А назад Не можно Посмотреть Классная Ламба Вот Есть Знаете Каналы Такие Где Двести тысяч Подписчиков И там Двести просмотров Допустим Да Накрутили И сидят Ждут Как бы Когда там Когда я там Стану супер Популярным Есть такой Чувак На кинозале У него Канал 30 тысяч Подписчиков Он все равно На торрент Кидает свои ссылки Пытаясь Как бы Чтобы у него Просмотры видео Догнали его Количество Подписчиков То есть Пытаться Пытаться там Пытаться там Порекламироваться Это все равно Что Знаете Открыть Форточку Встать На табаретку И кричать Кричать Адреса ссылок В окно Блять Три раза В день HTTP YouTube Блять User Безполезный Нахуй Такой Это Блять То есть Эффект Будет Один и тот Женолевой Поэтому Сам Смысл Сам Смысл Заниматься Этим Видеомейкингом Если у тебя Нету Средств На раскрутку Мне Непонятен Да Я видел Людей Которые Говорят А мне Достаточно Если у меня Будет 200 подписчиков И они Будут Активны Ну Вот у меня 200 подписчиков И они Активны Это Что Как-то Не очень Это Делает Меня Счастливым Ну В принципе Это Оно И понятно У кого Есть 10 Подписчиков Тем Кажется Что 200 Это Ого У кого Есть 200 Кажется Что 200 Это Хорошо У кого Есть 200 Кажется 100 Есть 100 Охота Миллион То есть Аппетит Во время Еды Приходит Все Такое Но Всем Прекрасно Понимаем Что Все Кто Хотел Смотреть Летсплей Обзоры И так Далее Тот Давно Уже На Кого То Подписан В свою Очередь Тот Не Ходит По Ютубу И Не Смотрит Кого Бы Мне Нового Посмотреть То есть Если Хочешь Подняться Или Раскрутиться Надо Искать Новую Идею Старая Идея Уже Не Проканает Тем Более Летсплей Это Такой Жанр Специально Для Людей Без Ума И Фантазии Которые Ну не Могут Ничего Придумать Кроме Как Играть И Чего-то Пытаться Выдавливать Из себя Какие-то Слова Чаще Всего Чукча Стайл Типа Ой Я еду Ой Я врезался Газовым Газовым Едем Едем Бжжж Би-би Чувак Би-би Блядь И Смотрит На них Подписывается Как бы То есть Все Как-то Очень Тут Мутно Непонятно Без Малейшего Выхлопа Да Многие Пишут Что Главное Ждать Время Придешь Ждать И Верить Да Это Сколько Ждать И Верить Это 50 Лет Что Сейчас Да Я Уже Это Уже Спешу Покупать Там За Сколько За полтора Косаря Драгон Эйдж Чтобы Получить Еще Шесть Подписчиков А Потом Еще Какое Говно За Косарик Выйдет Еще Блин Я статистику Регулярно Просматриваю То есть Не то что я Оба сижу Ною Моя основная Претензия Это к тому Что Цены на игры Давным-давно Уже Ебнулись А с тех пор Как они Перевалили За косарь Я помню Когда я Дэдспейс Третий Купил За Сколько За 1100 И DLC Потом еще За 300 По-моему У меня игра Месяц Дэлс На полторашку Потянула Ну так Кто был Дэдспейс Он шедевральный Для него денег Не жалко А теперь Любое говно Сколько стоит Ассасин Сраный 1200 Стоит Что они там Нахрен С ума сошли То есть Без какого-то Спонсорства Я не знаю Без какой-то Поддержки Заниматься этим Довольно Беспонтовое Дело То есть Исключительно Ты ходишь На работу Чтоб купить Игру И в свободное От работы Время Ее сидеть Записывать Потому что При таких ценах На игры Железо В свободное Время То есть Куда-то сходить Денег у тебя уже Не будет Я уже видел Как там в комментах На эпидемсе Пишут А че игра Нормально стоит Вот Все равно Что в кино Бы два раза Сходил Но вот я Куплю Драгонейш В кино Ходить не буду Месяц Нормально Знаешь С такими Размышлениями Чувак У тебя будет Очень веселая Жизнь Походу Работать на игры Блять Чтобы Играть Когда не работаешь Классно Просто я Все веду К тому Что новые игры Возможности Летсплеить И записывать Меня скоро Не будет Записывать Старые игры Я не хочу Потому что Я не хочу Играть Старые игры 2006 2006 Года 2005 А просто Играть Для того Чтобы записать Это мне тоже Нахер не надо Мне это не интересно Вам это не надо Я не понимаю Если вы в эту игру Уже играли Если вы ее смотрели Нахер Нахер ее Пересматривать Чего вы нового Хотите там увидеть То есть Выпуск Такой Знаете Не размышления А сплошное Задавание вопросов Зачем люди Это делают Для чего Кому это надо Это знаете Такое Творчество В никуда И канал На ютубе Пытаться раскручивать Тоже путь в никуда Умиляют люди Которые верят Реально Что они там Сейчас я вот Запишу видео На меня подпишут Тремых одноклассников А потом будет миллион И я буду зарабатывать Деньги Это все Знаете Откуда пошло Это все пошло С Блэксиллера Потому что он Делает абсолютно Унылые видяшки Где он реально Играет и пиздит И это не весело Это не интересно Офигенная графика А я вас пожалею И вырежу этот момент И люди как бы Сядут Ой А что же могу делать Такое же говно И тоже Буду наверняка популярен Не будете Потому что Я вам говорю Скорее всего Блэк башлял За бесплатно Такой Творец Нахрен никому не нужен Ну вот Плавное Видео В котором я хотел гнать На разработчиков игр Перешло Видео Где я гоню на Блэксиллера Нет Абсолютно По барабану Что он там делает Просто Недавно Зашел посмотреть Как у него Успехи Лордсов Дефолиен Там где Результаты Результаты драки Со всеми боссами Выкладывает Смотрю У него все С одного раза С первого раза С одного С первого А потом Один чувак В группе написал Что Блэксиллер Где-то Одну треть игры Прошел И начал играть Заново Внезапно Что-то ему там Не понравилось То ли персонаж Что ли Что Просто интересно Сколько он там Сливов своих Вырезал На этом моменте Отлично К джойстику Хрен привыкнешь После Какая Феррари Гламурная Красота То есть Короче Имейте ввиду Что я не знаю Либо я буду Искать Какой-то Новый формат Творческий Возможно Даже никак Не связанный С играми Либо Возможно Что видео Резко Просто Перестанут Выходить В связи С вот такими Морально-этическо-финансовыми Причинами От которых Деваться К сожалению Некуда Причем Доллар Продолжает Расти Санкции Вводят Доллар Растет Железо Дорожает Игры Дорожают Но при этом Они не становятся Интереснее Что Больше Умиляет Сделали Дорогую Красивую На бесплантовую Игру Йо-хоу И ты ее покупаешь Этого кота В мешке И говоришь Нет Она говно Я в лестплейке Играть Не буду То же самое С обзорщиками Случится Например Гагатун И его друзья Вся эта Гоп Компания Они рекламируют Магазин За казака Который Банчит Этими играми Он А он Им в свою очередь Предоставляет Эти игры Ну и что Вы думаете Он разрешит Им сказать Хоть раз Хоть слово Правды Про эти игры Да ни хрена подобного Я видел как эти Ушлипанцы Блять Нахваливали Третий сейкрид Говорит что игра Хуительная Интересная Красивая Блять И вообще просто Распиздец 900 рублей Покупайте Ха-ха То есть вот только Такие каналы И выживут Которые Про кого-то Под кого-то Прогнулись Продались И Сидят рекламируют Вам эти игры Что Пытаясь Им их впарить Блин Да ну Заебись Как ты тут Ехал Блин То есть у нас Люди Такие Школьники У них есть мнение Мэдисона Есть мнение Блэк Сильвера Гагатуна Но только не свое Собственно Поэтому Ассасин Для многих Классная игра Они там Серьезно считают Что игра В Ассасина Не учит историю Я просто Хотел бы увидеть Застать тот момент Когда какой-нибудь Школьник Встанет на уроки И скажет Мария Ивановна А вы знали что Леонардо да Винчи Дружил с Ассасинами Что она ему На это ответит Мне просто интересно Пропущена отметка Да насрать Я все равно Участвую Нет Хорошо Я проведу Вашу блядскую отметку Черт Пошли в жопу Врода А что вы только За мной гоняете Остальные что Не нарушали что Клитация какая Гоночки По отметочкам А нахрена Тогда вы в этой игре Срезки делали Не понимаю Ага Сасямба Ну я думаю Что с этой Вместе с этой гонкой Подойдет К концу Этот Выпуск Размышлений Я надеюсь Что вы хоть что-то Из него поняли Потому что По моему Моя речь Довольно Бессвязная Получилась Ибо игра Такая Знаете Требует Очень много Моего внимания А просто так Включить вебочку И на нее Вам что-то Надиктовывать Я уже не решался Потому что Все ждут Что я буду Фокусы показывать Говорят что Когда ничего не происходит Что-то да вообще Смотреть Можно и МП3 записывать То есть люди Такие блять Тоже Дустые блять Хрен кому что угодишь Блять Я понимаю что Всем нравится Невозможно Но чаще Просто вообще Никому В общем Спасибо за внимание Надеюсь Каждый Зачерпнет Для себя Из этого потока Бреда Ту информацию Которую он способен Воспринять Можем в кометах Все это обсудить Побазарить И так далее Спасибо за внимание